МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В эфире программа О чём говорят. В России началась выборная кампания. Начались выдвижения кандидатов. Партии начали объявлять о своих пристрастиях, о самовыдвиженце собирать инициативные группы. Вот о выборах и будем говорить сегодня и мы. О мой собеседник, советник губернатора Ирине Скупова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Большое спасибо, что пришли. В принципе, до выборов действительно осталось-то ничего. 18 марта 2018 года. Сейчас не успеем оглянуться, они наступят. Давайте попробуем поговорить о чём. Насколько эти выборы будут отличаться от длинной череды предыдущей? И вообще отличаются ли? На первый взгляд, нет. Выбираем всегда последние четверть века примерно из одних и тех же. Даже участники процесса у нас почти не меняются. Но ситуация-то каждый раз меняется. И внешнеполитическое, и морально-психологическое. То, что внутри происходит. И ощущения людей, и социальность. Они всегда разные. Ожидания даже разные. И как бы не были одинаковые избирательные процедуры, послевкусие всегда другое. Поэтому это всегда отличается. И это не может быть никаких дежавю и стандартов. Вообще, если говорить о мартовских выборах, желающих ожидается большое количество, потому что условия несколько более лёгкие, чем когда бы то ни было. Поэтому наплыв кандидатов... Знаете, всегда говорят, зачистка полная, политической конкуренции нет, и в этом всегда есть доля правды. Но особенности управления такой большой страной, как наша, заключаются в том, что резкие изменения приводят к ещё худшим последствиям. Поэтому мы видим, что всё-таки больше возможностей с каждым разом, с каждым годом, с каждым выборным циклом они всё-таки появляются. В том числе, как вы говорите, открепительные удостоверения. Раньше же мы же понимаем, что это встать с дивана, поехать на другой конец города, это какой-то пасмурный осенний день. А сейчас, пожалуйста, рядышком подошёл. Ну, заранее надо уведомить, но это можно где угодно. Да, то есть мы сейчас о чём говорим, просто мы немножко поторопились. То есть в этом году не будет открепительных удостоверений. Нет, не будет. Да, у нас ситуация немножко изменилась, и поэтому можно по-другому проголосовать. Да, заранее... Давайте вот сейчас расскажем, да, как. Заранее заявив об этом либо в МФЦ, либо в территориальную избирательную комиссию, либо уже поближе к выборам участкового избирательную комиссию, и можно проголосовать там, где вам удобно. Где удобно, да. Независимо ты в командировке, или там можно же... Такая ситуация есть, что живёшь в одном месте, а прописано... Вернее, да, прописано в другом. Именно так. Да. Вот. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, какие задачи лично перед вами поставил глава региона, если говорить о выборной кампании? Сделать так, чтобы это было прозрачно, но это не только от меня зависит. Моя задача – поддержать тех людей, которые в этом заинтересованы. В том числе тех, которые отторгались, которых гоняли, не пускали, не давали. Пожалуйста, хотите наблюдать – приходите. Фотографируйте, снимайте, размещайте, комментируйте в прессе. И сегодня общественная палата является тем органом, которое получило право направления наблюдателей на избирательные участки. Пожалуйста, телефоны есть. Их можно озвучить? Да, конечно. Я посмотрю немножечко. 337 2577 и 8 939 757 6736. Это мобильный, в любое время, пожалуйста, звоните, записывайтесь. Любые политические партии, независимо от пристрастий. Раньше ведь в течение нескольких лет наблюдатели могли идти только от политических партий и кандидатов. Но мы же понимаем, что они в первую очередь блюли интересы своих кандидатов и партий. Ну да. И если кто-то где-то слукавил, особенно если им это выгодно, они могли на это просто не обратить внимание. Ну, откровенно. Да. И возник запрос на то, что а где же права от всех остальных избирателей. И сейчас возвращается институт общественного наблюдения, хотя он не идеальный. И споры экспертов, они, конечно, есть, потому что по идее наверное нужно возвращать выдвижение и направление от общественных объединений в целом. Потому что все равно какой-то фильтр существует, но это в будущем. Будем надеяться. Но тем не менее это окно возможностей. Если вы не верите, пожалуйста, приходите, записывайте, смотрите. И знаете, мы обсуждаем сейчас. Мне бы не хотелось опережать события, но мне очень мне было очень интересно вернуться сюда, в Самару, потому что здесь возникло столько предложений, в том числе живых, чувствительных, интересных людей, которые готовы объединиться, чтобы создать штаб независимого гражданского наблюдения. Кстати, вы не хотите... Я подумаю, вот такое интересное предложение прямо в эфире. Хорошо, давайте пока. Мы вернемся с вами потом к этой беседе. Вот смотрите, в принципе, народный контроль вернулся довольно-таки после долгого отсутствия. Это как раз та прозрачность, хотя мы с каждым годом, у нас с каждым годом выборы все прозрачнее и прозрачнее становятся, и обыватель это тоже наблюдает. Особенно в Самарской области. Да, в Самарской области, я имею в виду. Хотя вы правы, знаете, они вызывают возмущение, но это выливается наружу, потому что информация все равно становится доступной. и как бы не использовался там скрытые варианты административного ресурса, это выплескивается наружу. В этом вы правы, выборы становятся прозрачнее. Другое дело, что становятся ли они от этого, вызывает ли это доверие людей, вот эти нарушения, они становятся очевидными. И сегодня в общественном сознании, мне кажется, очень прочно засела мысль такая же простая, как надпись на заборе «Выбор – обман». Неважно, как проголосуют, важно, как подсчитают, хотя, кстати, это не Сталин, а Наполеон, но это детали. Сталин там только добавил, что в буржуазных странах. В буржуазных странах. Неважно, как у нас-то. Ого-го. Вот. И это же не на пустом месте возникло. И в области были очень серьёзные такие вещи несправедливые, неуважительные, принудительные. Понятно, что это вызывает отторжение. И Институт общественного наблюдения, он не решит всех проблем. Это всего лишь один из элементов. Потому что главное – это социальное самочувствие людей. И такая тонкая сфера, как это же всё считывается, и люди не идиоты, они всё чувствуют. Вот смотрите, когда я говорил о прозрачности, эти большое количество камер, которые будут работать в этом году, вот в марте месяце, уже не только на участках, на избирательных, но и в территориальных комиссиях. Это тоже вот плюс в ту копилку, которая говорит о прозрачности выборов. Да что камеры? А КАИБы, А КАИБы, конечно. А КВИР-коды, которые фиксируют. И, кстати, с помощью автоматизированного рабочего места, так называемая АРМ, подсчёт голосов должен производиться теперь гораздо быстрее. Это не вот, когда там сидят, тушится свет, или там объявляется террористическая угроза, и, соответственно, всё откладывается подсчёт на сутки двое. То есть на выборах президента Российской Федерации передача данных в систему газвыбора должна быть завершена не позже. У нас, по-моему, впервые это будет, да, по-моему, использовано, да, вот это кодирование в нашей области? Хотя вот это было опробовано в ряде в регионах, я это смотрела в Ярославской области. Ну да, это очень быстро, удобно. Я обратил внимание, что протоколы будут помечены специальным кодом, а дальше уже... Так я не назвала цифру. Четыре часа утра. До этого времени все данные должны быть заведены в систему газвыбора. Вот так вот. Вообще, огромная работа на самом деле. Я вообще, знаете, продолжать, я слышал цифру. Региональные общественные палаты планируют подготовить около ста тысяч наблюдателей. Неплохо. Неплохо. Вы не слышали эту цифру, да? Слышал, конечно. Это отличное намерение. Но здесь и наша общественная палата заявила о намерении подготовить достаточно большое количество наблюдателей. Ну уж, по крайней мере, закрыть все избирательные участия, а их у нас 1767, ну плюс еще 20 примерно временных. Но очень важно, чтобы здесь не было компанейщины. В это никто не поверит. Потом скажут, ну понятно, кого нагнали-то. Кто уже забесплатно в выходной день с полвосьмого утра до четырех часов утра будет сидеть? Мне кажется, все равно есть люди большое количество готовых, действительно готовы прийти и сидеть и забесплатно. Есть. Самое интересное, не только пенсионеры, но еще и молодежь. Но очень важно, чтобы это не было какой-то разнарядкой, квотами, когда туда насильно загоняют, ну как это было в предыдущий период. Это просто скомпрометирует весь институт общественного наблюдения. И в это тоже никто не поверит. Это должно быть органично. Кому надо, идет. Кому важно из общественных структур, общественные палаты, общественные советы муниципальных образований, в которых множество создано, если они действительно настоящие, живые, значит, они должны работать со своими товарищами, рассказать им, что это важно. Тогда это будет нормально. Но мало набрать и сформировать списки, они должны понимать, что к чему. Соответственно, планируется обучение в январе, вот того актива, который идет по душе, и которому это внутренне важно. И, в принципе, всех наблюдателей, которые выразили намерение по всем... Телефоны, которые мы давали, это как раз каждый, кто чувствует в себе готовность принять участие, померить. Вы не поверите, записались сразу, вот в пятницу на прошлой неделе прошла информация, и в ночь уже поступают сообщения по электронной почте. От людей, которые готовы участвовать. Хотели бы, да. Это дорогого стоит. Это действительно? Да, это важно. Это важно. Хотя вот опять еще один стереотип о том, что на выборы идти не нужно, все равно там без меня решат. У президента, у основного кандидата, рейтинг высокий, и так проголосуют, что идти. Вообще вот и такая потусторонность по отношению к политическим процессам, но вот эти записи, они очень трогают, потому что люди хотят, даже если они сразу не решаются. Некоторые звонят по разу, по несколько раз, расспрашивают, взвешивают, нужно ли, что это. Ну, в общем, это совсем такой неформализованный процесс. Вы знаете, я думаю, мы можем сколько угодно рассуждать об инертности общества, пойдут люди голосовать или нет, а в день голосования как нас всех удивят, надеясь, что в лучшую сторону, понимаете, и поэтому мне кажется, все равно, насколько бы мы ни говорили о пассивности, о каком-то вот таком нежелании, а тем не менее, все равно разочаруемся в хорошем смысле слова. Оказывается, что мы были неправы, нету пассивности, нету инертности, и все-таки какое-то движение вперед есть. Я вот просто часто на эту тему здесь с гостями разговариваю, в этом постоянно убеждаюсь и радуюсь, что активных людей на самом деле у нас много и становится все больше и больше. А к этим выборам внимание, оно сейчас уже довольно-таки большое, как бы там ни было, я думаю, что... А вам в студии часто звонят? Часто звонят. Ну, не в прямой эфир звонят, но вообще в редакцию звонят очень часто, очень часто на эту тему разговаривают. Поверьте, очень много разговоров, причем не только из Самары звонят, но звонят и из районов. Мне бы очень хотелось, чтобы здесь вот не было заасфальтированного гражданского поля. Действительно, в Москве осенью произошла какая-то необычная вещь, и люди совершенно далекие от политики пошли на муниципальные выборы, потому что они просто выражали свою позицию и к ней был интерес. Да, по поводу реновации, по поводу благоустройства. Это были... Там очень большая среда такая профессиональная возникла, строители, ландшафтных дизайнеров, еще кого-то, но они очень интересно говорили. То есть люди далекие от политического языка артикулировали вещи образным способом, но они какие-то были очень человеческие оценки, и это вызвало интерес. И они оказались во власти. К чему и нужно стремиться, хочется сказать. Смотрите, еще раз назовем телефон, и прежде чем попрощаться, 337-25-77, и большой, длинный номер, пожалуйста, еще раз 8-939-757-67-36. Да, эти телефоны сейчас вы видите у себя на экранах, дорогие друзья, так что звоните, если желание принять участие вот в этом выборном процессе. Спасибо вам большое. Спасибо, я очень рада. Я думаю, что мы еще обязательно поговорим на эту тему, все-таки до марта месяца у нас еще есть время. Надеюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова